Этнографический музей презентовал безбарьерную среду на своей территории. Поводом для встречи стали сразу два события. Международный день музеев и новый панду, с которым оборудовали кафе Чаёвня. Сегодня действительно для многих было открытие, что музей этнографический достаточно доступен. Люди приезжали сюда не раз, отдыхали, гуляли по территории, но никогда не заходили, собственно говоря, ни в одно здание. Хотя для них созданы условия. В старообрядческом комплексе построили специальные настилы, по которым удобно перемещаться людям в инвалидном кресле. А в трех зданиях городского комплекса для них обустроили пандусы. Постепенно, шаг за шагом, у нас учреждения культуры становятся все более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня уже в Чаёвне у нас появился пандус. То есть не только теперь люди с ограниченными возможностями могут забраться, но и мамочки с колясочками. Еще два года назад в музей расширили входную группу, чтобы облегчить проезд на колясках. В прошлом году закупили электроавтобус, на котором можно устраивать экскурсии для маломобильных людей. Для инвалидов первой и второй группы он работает бесплатно. На территории музея размещены информационные схемы с шрифтом Брайля. Кроме того, для слабовидящих людей в доме музея Танских есть фотоувеличители. А для тех, кто полностью лишен зрения – аудиогиды. Управлять им очень удобно. И мы можем включить и послушать, что за дом, кто здесь раньше жил, убранство было какое. Очень подробно рассказывается, посуда какая, из чего она. На таком-то фоне тот изображен, но в таких цветах. И мы это все можем вообразить и представить. Мы получили очень хороший отзыв как раз-таки по использованию аудиогидов для слабовидящих как раз-таки и незрячих наших посетителей. В дальнейшем мы планируем увеличить точки, где работает наш аудиогид и размещать такую информацию как раз-таки уже в наших сетях, чтобы все люди могли использовать аудиогид при посещении нашего музея. Работа по расширению безбарьерной среды в музее на этом не прекратится. Пандусами оборудуют и другие объекты, чтобы сделать их еще доступнее. К сожалению, это возможно не везде, ведь дома музея сами по себе являются памятниками архитектуры, и их нельзя перестраивать. И все же в этнографическом музее стараются учитывать все пожелания гостей. И практически все его сотрудники обучены работать со всеми категориями посетителей. Софья Евдокимова, Санжи Шакжин, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».